Этот новенький электропоезд – образец безопасности и комфорта. В четырёх вагонах поместится больше 350 человек. Появились подъёмники для пассажиров с ограничениями здоровья, а также дополнительные поручни и крепления для велосипедов. Система автоматического введения поезда, на ней реализована езда по расписанию. Плюс к тому, она ещё может сама останавливаться на платформах без участия машиниста. Под моим контролем, но я к ручкам никаким не прикасаться не буду. Чтобы сделать поездки пассажиров комфортными, здесь значительно увеличили расстояние между сиденьями. Так что теперь при посадке и высадке пассажирам не придётся тереться коленками. Повезло и будущим пассажирам фирменного поезда «Южный Урал». Спальные вагоны скорее напоминают гостиничные номера. Есть общая душевая кабина, а в каждом купе – раковина, сейф и медиаэкран. Также в спальных вагонах увеличили ширину полки с 60 до 90 сантиметров. Это позволит пассажирам ночью спать практически на полноценной кровати, как дома. Также здесь реализовали концепцию смежных купе, совмещенных одной дверью. Это позволит семьям с детьми или сопровождающим совершать комфортные поездки. Ой, здрасте. Ну а самый инновационный вид подвижного состава будет выпущен по маршруту Челябинск-Москва. Это двухэтажные купейные вагоны, где одновременно смогут ехать 410 человек, что примерно на треть превышает возможности одноэтажного подвижного состава. Мы уже к уровню прошлого года отправили на 12% больше пассажиров. То есть востребованность есть. Надеемся, что Курганская область согласится с нами, с Челябинской областью, и появится электропоезд Челябинск-Курган, и для этого у нас уже запланирован шестивагонный поезд. Модернизированные электрички Челябинск-Златоуст выйдут на маршрут уже в середине июня. Дебюта московского пассажирского ждут к концу года. Как уверяют в РЖД, стоит такое удовольствие будет не дороже, чем в вагонах старых моделей. А цена билета будет зависеть только от времени заказа. Но по этим рельсам южноуральцев прокатывали уже не раз. Ну а нам, тем временем, остается пожелать всем пассажирам мягкой дороги и счастливого пути. Наталья Петрухина, Максим Курочкин, 31 канал.